Продолжение следует... 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 Давайте мы сейчас с вами вспомним то, что, кстати, на вебинарах, как я заметил, мы уже давно не делали, вспомним критерии оценивания. Начнем с УГЭ, потом перейдем к ЕГЭ. Потому что, собственно говоря, те, кто не был, напомню, идея этого вебинара родилась на последнем вебинаре по устной части, где мы рассматривали непосредственно стратегию. И очень много вопросов, как мне показалось, исходило от того, что мы не совсем знакомы с критериями. Да, многие не понимают, что критерии, в принципе, достаточно лояльные и достаточно общие, то есть нет какой-то точной конкретики, так говорить нельзя, а так говорить можно. Особенно, что касается всех заданий, кроме заданий, где нужно задавать прямые вопросы, там все-таки уже какая-то точная конкретизация есть. Поэтому давайте еще раз посмотрим, постараемся как-то отложить в памяти критерии УГЭ и ЕГЭ. Посмотрим на критерии по первому заданию. Как раз, смотрю, коллеги присоединяются, Владимир к нам присоединился, многие-многие другие. Да, нас становится намного больше. Итак, что же от нас требуется? В УГЭ за первое задание можно получить 2 балла, в ЕГЭ только 1 балла. Итак, на 2 балла. Речь воспринимается легко, необоснованные паузы отсутствуют, фразовое ударение, интенсионные контуры, произношение слов практически без нарушения нормы. Здесь я бы подчеркнул слово «практически». Да, это самый важный момент. Практически без нарушений. То есть какое-то количество нарушений все-таки может быть, потому что мы понимаем, что это все-таки речь. Поэтому и фактически чтение неподготовленного текста, потому что хоть у нас и есть время на подготовку, но, скажем так, вызубрить мы его не можем. В общем, как доклад часто делают учащиеся. Допускается не более 5 фонетических ошибок. То есть 5 фонетических ошибок мы тоже можем сделать. В том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл. Вот из искажающих смысл можно сделать только 2 ошибки. На 1 балл речь воспринимается достаточно легко. Однако присутствуют необоснованные паузы, фразовые ударения, интенсионные контуры практически без нарушений нормы. Допускается не более 7 уже фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл. В принципе, на 1 балл, и мы это с вами увидим, набрать, ответить первое задание, конечно же, можно. И, конечно же, главная строчка, самая страшная. Речь воспринимается, когда мы получаем 0 баллов. Это если речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов. Или допущено более 7 фонетических ошибок, или сделаны 4 и более фонетические ошибки, искажающие смысл. Так, давайте теперь посмотрим на второе задание. Вот Ростовская область, Санкт-Петербург тоже с нами. Во втором задании мы с вами видим, что нам нужно дать 5 ответов. И за каждый из них будет, прошу прощения, 6 ответов. И на каждый из них будет дан 1 балл. Вот, то есть, каждый ответ оценивается отдельно. Это, в принципе, хорошо и удобно, и, как практика, показывает правильно. Критерии такие. Дан полный ответ на поставленный вопрос. Допущены отдельные фонетические, лексические, грамматические погрешности. Не затрудняет понимание. То есть, если коммуникативная задача решена, и понятно нам решение этой коммуникативной задачи, то, соответственно, все нормально. Причем очень часто мы с вами начинаем говорить, нет, вот это затрудняет, это не затрудняет. Вы знаете, в последнее время попался мне YouTube-блогер, девушка, она испанка, и она изучает русский язык. И, конечно же, в речи очень много допускается и неправильных ударений, и еще ряда ошибок. Но, тем не менее, все воспринимается, то есть, коммуникативная задача решена, поэтому никакой проблемы, собственно говоря, нет. И просто очень советую посмотреть, как иностранцы говорят на русском языке, чтобы понять, что же такое, когда коммуникативная задача решена, и когда она не решена. Просто так легче воспринимать. 0 баллов – это ответ на вопрос не дан, или ответ не соответствует заданному вопросу, или ответ дан в виде слова или словосочетания, или допущены фонетические, лексические, грамматические ошибки, препятствующие пониманию ответа. То есть, в принципе, критерии достаточно, видимо, лояльны. Третье задание. В третьем задании УГ и третьем четвертом задании ЕГЭ мы с вами можем увидеть достаточно развернутые критерии оценивания, которые сложнее уже удержать и в голове, и плюс они такие составные, потому что максимум можем набрать 7 баллов, и набрать их можем совершенно по разным пунктам. Самый идеальный вариант – решение коммуникативной задачи. Только за решение коммуникативной задачи мы можем взять целых 3 балла из 7. Когда задание выполнено полностью, цель общения достигнута, тема раскрыта в полном объеме, полный и точный развернутый, раскрытый, все аспекты указанных в задании. Далее уже идет критерий, за которые можно получить максимально 2 балла. Это организация высказываний, языковое оформление, и также 2 балла можно уже получить за коммуникативную задачу, если она решена хуже. По коммуникативной задаче. Задание выполнено, цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме. Один аспект раскрыт не полностью. Так, вижу, у коллеги нет слайдов. Советую перезагрузить еще раз браузер, и тогда все получится. Так, у коллеги под ником 100 то же самое, видимо, проблема, или какой-то вопрос. Конкретизируйте, пожалуйста. Организация высказываний. Высказывание логично, имеет завершенный характер, имеется вступительная и заключительная фраза. Это очень важный момент. Соответствующие темы. Средства логической связи используются правильно. Также, за языковое оформление можно получить целых 2 балла дополнительных. Это когда использованный словарный запас, грамматические структуры, коммунистическое оформление высказываний соответствуют поставленной задачи. И вот самые главные пункты. Так, перезагрузили, не появился слайд. Попробуйте в другом браузере, потому что, в принципе, вот эта новая версия, она достаточно неплохо работает. Вот. А, еще можно попробовать отключить видео со мной. По идее, должен остаться звук. И, возможно, если интернет слабенький, то, соответственно, презентация вернется. Итак, допускается не более 4 негрубых лексико-грамматических ошибок и или не более 3 негрубых фонетических ошибок. То есть, есть у нас с вами допуски, в которые мы можем уложиться. Очень часто, когда мы... Вот, спасибо большое, да, все видно и слышно, хорошо. Ну, видимо, какие-то проблемы с интернетом, поверьте, они у нас тоже бывают. Но не сегодня, не в этот раз. То есть, у нас есть ряд допусков, которые позволяют, тем и менее, укладываться в максимальный балл. Мы сейчас с вами посмотрели, как можно набрать в купе 7 баллов. Далее уже идут критерии, которые, скажем так, где мы набираем меньше баллов. Я их, с вашего позволения, зачитывать не буду. Скажу лишь одно, что здесь все больше и больше нам дается допусков. Да, так, например, 1 балл по... Сейчас, прошу прощения, вернусь назад. По организации высказывания. Когда отсутствуют вступительные или заключительные фразы, то есть, или, или. Да, есть одно-два нарушения в использовании средств логической связи. По языковому оформлению больше 5-ми группах... А, не более 5-ми грубых лексико-грамматических ошибок и, или, не более 4-ми грубых фонетических ошибок. И далее уже у нас с вами идет 0 баллов. Это уже, если мы даже не попадаем в требования, которые были выше. Знаю, что вы все хорошо... В принципе, хорошо знаете. Просто хотелось проанализировать эти критерии и немножко освежить их в памяти. Давайте теперь посмотрим... Я скажу, как это сделал. Очень просто. Зашел на сайт FIPI, посмотрел методические рекомендации для проверяющих. Да, то есть, это документы, по которым их обучают, экзаменаторов оценивать те или иные задания. И посмотрел скрипты ответов, которые приводятся без изменений, в принципе, где отмечено все самое главное. Смотрите, значит, здесь мы с вами видим, что у нас есть вопросы, есть ответы, и все, что подчеркнуто, это то, что является главным в ответе. То есть, говорит, ага, ответ был или же нет, ответа не было. Здесь, как мы видим в этих ответах, на все поставленные вопросы ответы есть. Да, и, собственно говоря, точно не помню, но, по-моему, вот за этот ответ там было указано, что получены практически максимальные баллы, да, то есть на все вопросы ответы получены. Так, ну, какие вопросы вы видите, я попробую прочитать, ну, хотя бы 2-3 ответа, мало ли, может быть, кому-то плохо видно. I'm going to take English and Maths and Russian exams. Следующий вопрос. How do you usually feel before you have to do an exam? I'm very nervous and I want to give the best results, but I'm afraid that I wouldn't do this. Вот, пожалуйста, мы видим, что все, что подчеркнуто, говорит нам о том, что ответы на решение коммуникативной задачи есть, они получены. Причем мы видим, что здесь, если проанализировать, ответы не длинные, это просто размёрнутое предложение, которое даёт понять, что, собственно говоря, ответ на данный вопрос получен. Следующий вопрос, вот его ещё прочитаю, потому что как раз длинный такой ответ, и вот на вот этот вопрос также прочитаю ответ. What exams do you prefer? Oral or writing? Why? Помните, мы всё время говорим, что если есть why, то надо дать развернутую аргументацию. Что же нам отвечает ученик? I prefer writing exams because when I talk, I'm very nervous and it's more easier for me to write something than to talk. Да, вот, пожалуйста, мы видим ответ, мы видим аргументацию, почему же, собственно говоря, предпочитает он письменные ответы нежели устные. Всё это есть, и он получен в полном объёме. Так, и ещё один вопрос, на который такой вот развернутый ответ получен, потому что у нас есть злополучный вопрос влайн. Are exams useful from your point of view? Why do you think so? И ученик отвечает, и опять-таки мы видим, что практически всё подчёркнуто, значит, уникативная задача решена. In my opinion, exams are useful for practice to our future. When we go to the university, we should take exams very often, and our school exams are very useful for us to train. Да, вот, пожалуйста, аргументация есть, ответ получен, всё у нас с вами есть. Вот это ответ, который, в принципе, стремится к идеалу, возможно, есть какие-то небольшие шероховатости, но по критериям он будет проходить, и, собственно говоря, на все шесть вопросов будут получены ответы, и, собственно говоря, получены шесть баллов. Давайте теперь посмотрим на третье задание, и, собственно говоря, ответы, которые предполагаются, который был получен. Значит, сразу могу сказать, вот здесь есть комментарии, да, даже, вы, кстати, можете тоже скачать, я в конце привел ссылки на страницы, где есть эти файлы для скачения, очень советую всем подробно изучить, вы там найдете очень много полезных советов и ответов. Значит, сразу могу сказать, что все аспекты были раскрыты, да, это здесь указано, но объем высказываний составляет 8-9 фраз, да, и поэтому уже пошло снижение баллов. Да, мы видим, что здесь у нас по всем, не просто так все выгибано в абзаце, потому что все пункты плана были раскрыты. Да, есть у нас, в принципе, так, да, какого-то вступления, собственно говоря, мы здесь не видим, но зато мы видим, мы, в принципе, видим с вами, что есть заключение такое подведение итогов. Да, мы видим, что здесь также есть речевые такие ошибки, да, когда просто звуки какие-то идут или еще что-то. Это нормально, это все может быть. Но самое главное, что все коммуникативные задачи у нас с вами решены. давайте теперь посмотрим на критерии ЕГЭ, и потом мы очень быстро с вами дойдем до того, что сами послушаем и те, и другие аудиозаписи. Я предложу вам схему, по которой мы проанализируем, потому что по всем критериям мы, конечно же, анализировать не будем, это займет слишком много времени, и, как мне кажется, это не является задачей нашей сегодняшней с вами встречи. Мы с вами в первую очередь не эксперты. Кстати, если есть эксперты, есть у нас участие эксперты по ЕГЭ, те, кто проверяют именно экзамены. Если вы такие действия, напишите, пожалуйста, об этом, например, плюс поставьте и скажите, я эксперт, потому что тогда мы будем, конечно же, ваше мнение есть, в первую очередь спрашивать, потому что вы не тренированы. Я думаю, что по критериям вам даже сейчас немножко менее интересны, потому что вы их хорошо знаете. Отлично. Вот ста Ольга. Я думаю, что еще несколько коллег наверняка эксперты. Вот. Но у вас глаз, что называется, наметом, поэтому, если какие-то дополнительные вы слышите сразу в аудиозаписи проблемы, то пишите, помимо того, что я предложил. Так. Значит, с чтением в принципе все практически то же самое, как у нас в ОГЭ, разница лишь только в том, что дается один балл, да, то есть нет дополнительных критериев, дополнительных поблажек, то есть или-или. Что нужно, чтобы было все хорошо? Речь воспринимается легко, необоснованная пауза отсутствует, фразовое ударение, интенсионные контуры произношения слов без нарушений нормы, допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл. Да, если хуже вот этого варианта, то соответственно получаем ноль баллов. Второе задание, максимум пять баллов, у нас дается пять вопросов, на которые нам нужно задать точнее пять вопросов. И что хотите со мной делайте, но особенно послушав аудиозаписи, еще раз могу точно сказать, что задавать вопросы намного проще, чем отвечать на них в экзамене ОГЭ. Значит, первое требование, которое помимо того, что здесь написано, это должны быть прямые вопросы. Далее по критериям. Вопрос по содержанию отвечает поставленной задачей, имеет правильную грамматическую форму прямого вопроса, возможно, фонетические и лексические погрешности не затрудняют восприятие. То есть, если они есть лексические и фонетические, но не грамматические, то проблем нет, ученик получит один балл за этот вопрос. Если же, собственно говоря, у нас неправильная грамматическая структура или непрямой вопрос, или есть фонетические и лексические ошибки, которые уже препятствуют коммуникации, человек не поймет, а что же ему хотели спросить, то тогда, конечно же, за этот вопрос балл мы не получим. В третьем, четвертом задание, критерии будут одинаковые, можно получить целых 14 баллов, 7 баллов за одно задание, то есть, 7 за третье, 7 за четвертое, но критерии будут одни. Идеальный вариант по коммуникативной задаче, если она выполнена полностью, с раздержания полное и точно развернуто, отражая все аспекты, указанное задание есть 12-15 фраз. Далее, если у нас 9-11 фраз, то мы уже получаем 2 балла, причем в этом же аспекте мы можем не раскрыть один аспект, или же два аспекта раскрыть неполно. Один балл мы получаем, если задачи выполнены не полностью, коммуникативные, два аспекта не раскрыты, остальные раскрыты полно, или все аспекты раскрыты неполно, и всего 6-8 фраз. В принципе, даже на один балл по коммуникативной задаче мы всегда набрать можем. Также далее смотрим по, мы можем получить максимально по 2 балла на языковую и, собственно говоря, прошу прощения, вылетает из главы, на организацию высказывания языковое оформление. Значит, 2 балла мы получим за языковое оформление, если вступить на заключительные фразы, если средства логической связи не используются правильно. Уже один балл мы получим, если высказание в основном логичное, иметь достаточно завершенный характер, но отступить на излили заключительные фразы. Поэтому сразу же говорим, что вступить на излили заключительные фразы обязательно должны быть. По грамматической структуре сразу пойду по допуску ошибок. Целых 2 балла максимально мы можем получить, если допускается не более двух, негрубых лексико-грамматических ошибок или не более двух негрубых панетических ошибок. Далее это уже либо 1 балл, когда выпускается не более 4 лексико-грамматических или не более 4 панетических ошибок, или даже 0 баллов, если, собственно говоря, их больше. Поэтому, когда вы готовите, обязательно понимайте, что какие-то ошибки могут быть, самое главное, чтобы они не выходили за рамки, не выходили за критерии и, пожалуй, намного важнее, чтобы была вступительная заключительная фраза, чтобы была решена коммуникативная задача. Потому что, если мы не решаем коммуникативную задачу, но, допустим, это был с точки зрения построения языкового оформления текст был просто замечательный, но он не решил коммуникативную задачу, то мы в итоге получим 0 баллов. Так, давайте сразу пойдем немножко дальше. Посмотрим на пример ответа на задание и то, что, собственно, в комментариях, которые пишутся к нему. Итак, какие были заданы вопросы? Could you tell me the address of your fitness center? What time does your center open? Do you have a pool? How much do I have to pay for free months? Do you have some discounts for students? Вот такие вопросы были заданы и, собственно говоря, вот что приводится в комментариях к выполнению учащегося задания. Первый вопрос не принят, так как это не прямой вопрос, а вежливое просьба. Мы очень часто в вебинарах говорили, что что, может, но дальше должен идти обычный прямой вопрос. Здесь этого нет. В остальных четырех вопросах грамматическая форма правильная, однако во втором вопросе учащийся не понял словосу считания opening hours, часы работы, то есть, когда открывается, закрывается магазин, отсюда вопрос не принимается, то есть, не решена коммуникативная задача. Необходимо было вместо сам потребить any в последнем вопросе, однако вопрос принимается, так как имеет правильную грамматическую форму и другие ошибки отсутствуют и, в принципе, иностранец бы понял, что мы просто перепутали any и сам. С точки зрения фонатики учащийся неправильно интенсивно оформляет вопросы 3 и 4, однако это не влияет на понимание смысла высказывания лексикой соответствует базовому уровню. Соответственно, мы получаем целых 3 балла, то есть, два вопроса не засчитаны, три засчитаны. По критериям они достаточно лояльны, все у нас с вами прошло. Третьим заданием, вот нам дается пример ответа, читать не буду, потому что займет слишком много времени, сразу просмотрите глазами, что у нас достаточно мало предложений. мы скорее всего не видим здесь, это, кстати, у нас пример из, да, это у нас EG, потому что мне, к сожалению, сейчас я даже перепроверюсь, одну секунду, да, EG, мне просто зачатываем не совсем видно, то есть, так, вот Виталия тоже, тоже у нас является экспертом, видимо, ОГЭ или EG, отлично, значит, что мы здесь с вами видим, что, тем не менее, три балла по всем аспектам учащийся получил, да, нам говорится, что какие-то аспекты раскрыты, не раскрыты, какие-то раскрыты, но не развернуто, да, какие-то, в принципе, раскрыты, целых три балла ученик смог набрать, несмотря на то, что это было достаточно короткое, не сказать, что гениальное, не скажешь, а гениальный ответ, да, еще один ответ, за который в итоге ученик получил четыре балла, то есть, уже практически ближе к максимуму, да, больше половины возможных баллов, здесь мы уже видим достаточное количество предложений, ну, можно было бы даже чуточку побольше, мы видим, что в комментариях говорится о том, что критерии раскрыты, но были ошибки, были проблемы, и, соответственно, получилось всего четыре балла, но это уже, на мой взгляд, достаточно хороший результат. Какие причины проблем в среднем можно выделить? Я думаю, что сейчас на аудиозаписях вы в этом убедитесь. В ходе обучения недостаточно внимания уделялось формированию правильной артикуляции, интонации разных типов предложений, правилам чтения, недостаточно слушали аудиозаписи носителей языка, я на одной аудиозаписи, не знаю, включил я ее или нет, ученица говорит, я совершенно не понимаю, что она там сказала, да, вот была вот такая фраза, это говорит о том, что нет привычки слушать различные аудиозаписи, либо ученик к этому не внимательно относился. Что еще, какие проблемы? Ученики часто неправильно произносят трудные звуки, не умеют читать слова с ненными буквами, неправильно произносят звуки, которые меняют смысл слова, неправильно ставят удар, не умеют интенсионно делить предложения на смысловые группы, не соблюдают интонацию разных коммуникативных типов предложений. Именно поэтому, конечно же, нужно тренироваться и в тех пособиях, которые есть у нас, вот, например, вы сейчас видите из пособия Радислава Петровича Милуда, все первые задания, все тексты записаны на аудио, то есть мы можем сравнивать себя с эталоном, с образцом, мы можем пойти по пути подражания повторений, это путь очень хороший, он хорошо, позволяет нам быстро наработать практические навыки, поэтому обязательно пользуйтесь такими аудиозаписями, работайте с ними, это принесет хорошие плоды. Задание 1, да, поскольку оно ВПР, ОГ, ЕГ будет одинаковым, лишь будут немножко отличаться критерии, то порядок работы будет, в принципе, схожим. Что нужно сделать? Предложите ученикам прочитать текст про себя и отметить в чтении каких слов и предложений они не уверены. Попросите отметить в каких местах предложений должны быть паузы. Предложите ученикам прочитать текст слух в парах друг к другу, чтобы они посмотрели, собственно говоря, в чем же часто бывают ошибки, поскольку мы в чужом глазу видим, как в сознании целое бревно и у себя даже в соленке не заметим. Дать ученикам прослушать талонную запись с целью найти свои ошибки во время паузы между предложениями и записи скорректировать интенсионную разметку. Попросите учеников прочитать текст парах друг к другу по очереди исправляя ошибки партнера, если не будет. Слабых учеников можно попросить повторять текст за диктором дома, но я думаю всем ученикам можно это предложить сделать. И собственно говоря такие тексты у нас есть и в ЕГЭ английский язык тренировочные тесты Елены Николаевны Славовой и все они озвучены, поэтому обязательно работайте с аудиозаписями. Также они есть у Руслова Петровича и в ЕГЭ устная часть тренировочных тестов, обязательно работаем с ними, обязательно следим за скоростью, за темпом речи и все это отрабатываем. Также можно найти стратегию выполнения данного задания ВПР Елены Николаевны Славовой и применять их универсально. Тем более, что я много раз зачитывал, поэтому сейчас не буду этот слайд, тем более, что можно посмотреть предыдущий мой вебинар, там об этом мы говорили. Вообще, всем, кто не был на предыдущем вебинаре, советую потом посмотреть видеозапись предыдущего, чтобы вся картина в целом сложилась. Здесь есть и памятки, здесь есть и стратегии выполнения, поэтому обязательно прочитайте, обязательно поработайте с памятками, и все будет хорошо. Типичные ошибки, допущенные в задании, вообще из раз в раз они допускаются. Это низкий темп речи, необоснованные паузы, неверно построенный инвентационный рисунок предложения. Сейчас мы наконец-то с вами добрались до самого интересного. Мы прослушаем аудиозаписи. Это будет аудиозапись у нас с вами как ОГЭ, так и ЕГЭ, поскольку, еще раз повторюсь, что первое задание у нас очень похоже, только отличается критерием. На что мы с вами... Да, презентацию можно будет скачать на EnglishTichess.ru в ближайшее время, точно не сегодня, я думаю, что завтра уже она будет выложена. Итак, что мы делаем? Смотрим, легко ли воспринимается речь. Да, у нас с вами критериев будет меньше, потому что, еще раз оговорюсь, если мы пойдем по критериям, мы либо запутаемся, потому что их нет, распечатанных у вас на руках. И, собственно говоря, нам с вами в данном случае, как мне кажется, не совсем это интересно. Итак, легко ли воспринимается речь? Выделяем ошибки, мешающие восприятию текста, если таковые есть, и самый главный, на мой взгляд, пункт, какие рекомендации стоит дать ученику, на чем сфокусировать дальнейшую работу, чтобы убрать эти все шероховатости, да, если они есть. Ну что же, давайте попробуем послушать, тем более, что первое задание, оно в плане анализа самое простое. Сейчас появится черный экран, появятся аудиозаписи, и мы, собственно говоря, будем с ними работать. Потом после каждой будем возвращаться к первому слайду, и, к этому слайду, и, собственно говоря, попробуем ответить на вопросы. Надеюсь, что практически каждый у нас с вами в чате ответит на один, два, или даже три вопроса. Ну что же, давайте попробуем, у кого-то не запустится сразу, у кого-то чуточку попозже. Задание один. Сделаем сразу погромче. Если бы сделаю погромче. Да, но сейчас немножко промотаю, потому что здесь допускались паузы. Записывали все и сразу все подряд. Робот start to play an active role in the medical check-up of patients. They can even do it at a distance if a patient is very far away from the hospital. Robotic technology is very important in telemedicine, but these days robots go one step further. They can now patrol hospital corridors and call on the rooms to check on patient's health. After the examination of the patient, the robot can put all the results on record for the doctor to see and make further instructions to the medical staff. Medical robots look like a mobile card with a video screen and medical monitoring equipment. The card knows which way to go and which patients to monitor at a given time. This device frees the doctor's time. Задание 2. Итак, я думаю, что аудиозапись у всех закончилась. это сразу могу сказать, было очень-очень. Сейчас вернемся к презентации, я уже вижу ваши ответы. Да, сразу можем сказать, что, конечно же, это было одни из самых первых попыток. Да, вот отметили, что ряд слов были грубо неправильно произнесены, хотя по поводу instructions скажу, что нет, там не была грубая ошибка, смысл можно было понять. Вот по поводу further, там да, там вот очень, она произнесла как father, то есть, соответственно, конечно же, смысл предложения просто полностью утрачен. интонация согласен, да, да, even further health, да, ста отвечает, да, intonation, да, интонация действительно, вообще, я думаю, что сейчас кто-нибудь ответит, давайте в вашем мнении, да, то есть, легко ли воспринимается речь, ошибки мы выделили, да, которые мешают восприятию, какие рекомендации стоит дать ученику, на чем сфокусировать работу. Паузы, да, прерывистая речь, согласен, да, какие еще у нас проблемы может быть, и, кстати, согласен состав, что, да, только три слова были мешающие восприятию смысла, значит, фонетические ошибки, темп, ударение, lack of fluency, какие еще у нас ответы, пишите, пишите, не стесняйтесь совершенно, тут нужно работать, собственно говоря, так, на троечку, у нас нет понятия на троечку, у нас есть либо два балла, либо один балл, либо ноль баллов, давайте, это пятибалльная система оценивания, да, я понял, что это школьная оценка, но, тем не менее, да, действительно, в один балл это, скорее всего, уложится, если мы говорим про баллы, да, то есть, речь, в принципе, воспринимается, не сказать, чтобы легко, но да, воспринимается, произношение TEP русское, да, согласен, значит, есть ошибки, которые мешают восприятию, но в целом в один балл все это все равно входит, если честно, в целом все понятно, согласен, да, сразу могу сказать предысторию, что мне было сказано, что это одни из самых первых попыток, то есть, человек еще явно волнуется, на два балла нет, не пройдет, потому что были фонетические ошибки, которые мешают восприятию, их было больше двух, какие рекомендации стоит дать, давайте, вот, это наш с вами ученик, мы попробовали, мы записались, давайте дадим рекомендации ученику и давайте да, все понятно, на ЕГЭ один балл, кстати, на ЕГЭ скорее всего было бы, может быть, меньше, значит, какие, собственно говоря, рекомендации даем и какие, да, на ЕГЭ было бы даже ноль, скорее всего, вот, и, может быть, даже дадим рекомендацию, вот, как бы мы в дальнейшем построили, соответственно, работу с этим учеником, значит, слушать и повторять за native speaker, хороший совет, все понятно, сейчас, работать над ошибками, работать над произношением, так, работать над интонацией, конечно же, так, еще какие советы мы можем дать, слушать больше аудиотекстов и пытаться воспроизвести интонацию диктора, абсолютно полностью согласен, действительно так, тренировать, подражать английской интонации, представить себя англичанкой, in real, больше читать слух, да, read out loud, слушать песни на английском языке, да, тоже хороший совет, вот, интересно, прозвучит еще один совет, который, собственно, у меня крутится на языке, или нет, да, давайте еще немножко попробуем, если есть еще, смотреть видео, да, очень хорошо, когда мы смотрим фильмы или какие-то сериалы на английском языке, это очень полезно, согласен, читать и записывать себя на аудио, да, записывать свою речь, хороший совет, но, есть еще, да, да, записывать аудио, давайте еще попробуем, поскольку мы очень много всегда говорим о стратегиях, давайте попробуем, так, скороговорки, ну, понятное дело, да, использовать это будет очень полезно, еще какие советы мы можем взять, пока, кстати, хорошо мы идем, human english songs, да, вообще, давайте я вам скажу, я бы добавил еще один совет, различные фонетические упражнения, конечно же, да, я бы добавил еще один совет, то есть, я думаю, что вы обратили многие внимание на то, что такое ощущение, как будто текст читается впервые, то есть, вот самый первый раз, хотя, даже по аудиозаписи мы видели, что полу вы найдете в спикер-ридинг, да, мы видели, что было использовано время на подготовку, да, целых полторы минуты, и, соответственно, за эти полторы минуты можно было не только проглядеть глазами текст, но посмотреть, какие слова читаются сложно, попробовать прочитать хотя бы часть текста шепотом, да, для того, чтобы, когда мы будем читать этот текст уже на аудиозапись, не было ощущения, которое сложилось, собственно говоря, во время прослушивания, как будто этот текст, собственно говоря, читается вообще впервые, и человек вот просто прямо сейчас увидел и читает с листа, поэтому, конечно же, стоит выработать верные стратегии, да, если обобщить верного использования полутора минут на подготовку. Так, научиться сначала читать короткие предложения, хороший совет, но с правильной интонацией, тренировать нисходящие, восходящие тоны. Отличный совет, очень рекомендую, очень советую, действительно, не сразу приходит такое на ум на работу с короткими предложениями, но для того, чтобы выработать правильную стратегию, действительно, будет полезным. Полтора минуты, это для нас целых. Да, согласен, конечно, все не успеет, но хотя бы первых пять предложений, после того, как отсмотрели, какие слова сложные, я думаю, что каждый ученик сможет, собственно говоря, прочитать до того, как его будут записывать на аудио. Хорошо, давайте в таком же ключе послушаем еще одну аудиозапись, потом, я думаю, что да, мы успеваем по времени, мы послушаем, как отвечал уже взрослый человек, насколько будет разница, и потом, собственно говоря, пойдем уже дальше. Так, сейчас, одну секунду, открою. Так, следующий текст, это тоже будет ОГЭ, потом послушаем вариант ЕГЭ, и потом уже, собственно говоря, и послушаем то, как начитал взрослый человек. Разница будет достаточно ощутима. Сейчас, одну секунду, я подготовлюсь. Также дается время на подготовку, сейчас я немножко промотаю. If you ask an adult about the most famous clown in the world, everyone will immediately remember their childhood and a circus arena with a comedian on it who can be both funny and sad. If you make a list of names, then perhaps in the USA the entertainer called Bozo will be at the top of the list. One should know that more than one clown performed under that name. Many actors used to wear the same popular mask for their performance. There are popular clown names in different countries and the children admire their bright caps and baggy trousers, sense of humor, funny jokes, spectacular tricks and friendly personality. Nobody can imagine the seekers without a clown making us love. Вот еще один текст мы прочитали. Значит, давайте, вот у нас совершенно другой случай, другой ученик. Давайте посмотрим, что же мы можем по тем же, вот, пишут лучше, конечно, намного, что мы могли бы посоветовать именно этому ученику, ученице. Да, и, собственно говоря, какие, да, конечно же, было лучше, но, тем не менее, были проблемы, которые, в принципе, еще можно решить, с этим учеником проблем меньше. Давайте попробуем. Логическое ударение, да, были такие проблемы. Давайте так, легко ли воспринимается речь, и по ошибкам, а потом пойдем к рекомендациям. Это можно вместе. Ошибки в словах, ну, конечно, лучше. Оглушение, да, там слово цирка неправильно было, конечно же, произнесено, причем дважды, хотя это будет считаться одной ошибкой, как мы помним. Learn the words if she doesn't know the meaning it sounds wrong. Да, чувствуется, что некоторые слова действительно были неизвестны, там, ближе к концу. Да, спектакль, 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 действительно, слово было произнесено неправильно, я уже все, заговариваюсь. А прерывистость была, но в меньшей степени. То есть, да, опять ощущение, что человек впервые читает этот текст. Вот, поэтому сразу можно говорить о совете, о том, что верно стратегически построить время на подготовку. Потому что даже, например, если бы была подготовка, выработана верная стратегия подготовки, если бы, собственно, время было потрачено не впустую, то я думаю, что, да, допустим, два слова были бы прочитаны неправильно, и, собственно говоря, смысл бы менялся, но, тем не менее, в критерии спокойно бы вошли и даже два балла спокойно получили. У Зои пишет, окладненько, вот, при подготовке к ченю я советую ученикам выбрать сразу труднопроизносимые слова, постараться их в процессе подготовки прочитать по словам. Отличный совет. Абсолютно верный и правильный. Кометические ошибки. Да, действительно, не хватает дыхания. С Еленой Владимировной полностью согласен, но в целом два балла оно уписывается. Так, при подготовке к экзамену ставить список наиболее сложных слов, встречающихся в текстах, отработать их чтение. Да, действительно, можно такие, списком такие слова составлять. Очень хорошо должно помогать. Хорошая идея согласна. Вот так мы сейчас с вами вместе, в чем самая суть мастер-класса. Я советую всем, какие дельные, интересные советы вы видите, сразу записывать себе где-нибудь там на бумажке, запоминать их, чтобы потом все это применить как целый багаж знаний. Именно так мы вместе, собственно говоря, развиваемся, развиваем друг друга и помогаем в подготовке к экзаменам. Так, поехали дальше. Да, практика, конечно же, практиковаться и практиковаться, согласен. Дети торопятся и боятся не уложиться, хотя времени хватает, даже если читать медленно, с чувством и током. А вот Наталья Балазеленова напишет, что нет, Вадим Бал бы только уложился. Ну, коллеги, кто еще эксперты, скажите, уложилось бы это в два балла или я ошибаюсь, это бы уложилось только в один балл. Чаще практикают записи своей речи, дети волновались и делали ошибки. Да, действительно, очень многое пошло не так именно от стресса, от того, что ах-ох, меня же запишут на аудио и потом это будет достоянием всей республики и так далее. Действительно, это проблема, но мы поговорим с вами о том, как бороться со стрессом и это один из советов записываться. Так, ну, давайте я пока поставлю третью аудиозапись. А, это, кстати, аудиозапись была ОГЭ. Все, понял. Да, все правильно. В ЕГЭ это был бы один балл, мы уписались бы, мы, это была аудиозапись по ОГЭ, два балла бы, конечно же, получили. Да, длительная и тщательная подготовка, полностью согласен. Давайте, пока я окончательно не запутался, послушаем, теперь уже аудиозапись ЕГЭ. Уважаемые эксперты, не требуйте детей больше положенного, пожалуйста, два балла железных. Вот, спасибо большое. В ЕГЭ, соответственно, один балл, но он там максимальный. Это я немножко уже запутался. давайте теперь послушаем уже аудиозапись ЕГЭ первого задания и потом, как обещал, послушаем, как отвечает взрослый человек, насколько велика разница. Ну что ж, давайте поехали, попробуем. Я думаю, что все получится. так, здесь тоже время на подготовку использовалось. сейчас. Так, сейчас чуть-чуть назад. Канада comes from the world are Indians. Канада's original inhabitants are Indians. The very name Канада comes from the world award-meaning village in one of the local languages of Indian tribes. The tribes lived on the territory of modern Канада before the first Europeans arrived in the 11th century. They soon left, but more Europeans came in the 16th century and were made welcome because they brought manufacturates goods and traded them for furs and other native products. However, the Europeans settled down and gradually displaced Indians over the next 150 years. European settles came in a series of waves. First were French followed by the English and these two groups are considered the founding nations. France lost its part of territory of Britain in a war in 1716. but most of the French speaking colonists remained. Their effort to preserve their language and culture is still and is short of Canada's history and was led to recent years to to become independent of the rest of Canada. Да, я думаю, что у всех закончилось. Сейчас вернусь тоже к чату, чтобы видеть, что вы пишете. Сейчас, секундочку. Значит, да, Канаду неправильно было произнесено. Да, спешка большая, согласно, сумбурно, оглушение. Значит, если повторяется одна и та же... Да, если 10 раз произнести вместо Canada Канада, это будет считаться как одна ошибка. Причем, кстати, не затрудняющее понимание, потому что любой канадец поймет, что речь идет о его стране. А за пинки все-таки правильно, что исправляется? Конечно, правильно. Произношение ED, ударение интонации, 70, 17, да. То есть, что мы можем увидеть? Да, давайте посмотрим, что, конечно же, stress is not so important for understanding. Да, абсолютно, ударения не так важны, тем более в географических названиях, но тем не менее, как одна ошибка, это уже пошла. Что мы с вами можем сразу увидеть? Да, что речь, конечно же, воспринимается легче, но тут уже и разница в возрасте, в опыте сразу видна, что тексты в ЕГЭ намного сложнее. сразу мы увидели классические ошибки, географические названия, числительные. И давайте попробуем уже 11-класснику дать рекомендации, что же нужно сделать, чтобы было лучше. С ошибками, я думаю, мы разобрались. То, что речь воспринимается, тоже понятно. Слушайте, повторяй, за диктором записаны на аудиотексты. Да, этот совет у нас классический остается. Какие еще? не торопиться. Да, абсолютно верно. Да, те же самые советы, да. Но, на самом деле, есть еще. То есть, я думаю, все согласны, что те же самые советы, они приплюсовываются, но есть, что можно добавить. Уже больше, скажем так, заточены относительно текстов, которые появляются в ЕГЭ. И ошибок, которые мы, собственно говоря, увидели у данной ученицы. Я думаю, вы их сейчас легко назовете. Так, не стесняйтесь, пишите. У нас энное количество людей в чате, все опытные специалисты, ну да, вот 130 человек у нас. Я думаю, совершенно спокойно мы можем написать. Ну, первое я начну, я думаю, что остальные также скажут. Больше читать слух при подготовке тексты на время. Да, читать на время, конечно же, и причем смотреть на то, во сколько время мы укладываемся, можно ли, допустим, читать более размеренно, например, чтобы и там речи был при этом нормальным, но тем не менее все было лучше. Правильно, Ксения Кособокова пишет, тренировать произношение географических названий. Верно, потому что, в отличие от ОГЭ, здесь мы встречаем в большом количестве, и с этим у нас явные проблемы. Заниматься нужно в течение года, это само собой, как минимум, а не так, как некоторые родители хотят подготовиться за месяц перед экзаменом. Записываться на диктофон, да, точно так же, как географические названия повторить числительные, потому что с этим у нас большие проблемы, собственно говоря, проанализировать потом ошибки. Да, практика чтения и произношения. Собственно говоря, даже я думаю, что услышали, что девушка в конце поняла, что явно есть какие-то проблемы, да, то есть она уже сама проанализировала все по ходу записи. Да, за год можно исправить все ошибки с помощью методических приемов, указанных выше, абсолютно согласен. Ну что ж, давайте пойдем дальше, следующую аудиозапись мы послушаем, да, и я думаю, что по ней уже кратко высказываемся, но давайте посмотрим, собственно говоря, разницу. Так, это будет, вот она у нас, это будет запись по УГ. Делали ее сразу в приложении, видео, которому я тоже вам сегодня покажу. If you go outside after a heavy rain, you will see water running down the street. Often the water is carrying short sticks, wings and small rocks. There can be a lot of dirt as well. This water is called runoff because it is rainwater that runs off the ground instead of soaking into it. It is running off with a little piece of your backyard or a football field or any other piece of your village or town. Little by little, everything around you is being worn away. This wearing away of the land is called erosion. Most erosion is caused by wind or water. They scrub the surface of the earth like a cleansing powder and smooth it like sandpaper. But the winds and waters are not the only forces at work. Yeah, one pleasure to listen to it. Really, like native. Really. I would like to see that our students would like to come. Very good, good intonation. I would like to have two points. I would like to check out the pause, all of the time. It is really true. It is really true. It is that we want to know how we wish to the students to come. Поскольку на предыдущем днае говорили, было бы классно послушать идеальный ответ. Вот вам, пожалуйста, идеальный ответ. Если в ЕГЭ и УГЭ будут такие ответы, то за учеников просто можно вообще не переживать. Даже если бы там какое-то слово было произнесено неправильно, ничего страшного бы не случилось. И все равно бы 2 балла смело можно было бы поставить такому хорошему ученику. Итак, ну что ж, давайте пойдем дальше. Сейчас мы поработаем со вторыми заданиями УГЭ и ЕГЭ. Я надеюсь, что вы не сильно устали. Я чувствую, погорячился я по поводу полутора часов. Но я думаю, что поскольку работа интересная, пройдет все у нас с вами так же интересно. Во втором задании, как мы помним, нужно ответить на вопросы. Телефонные вопросы, которые прозвучат в аудиозаписи, на каждый ответ дается по 40 секунд. И сразу могу сказать, послушав аудиозаписи, еще раз убедился во мнении, то, что, собственно говоря, второе задание у нас с вами намного сложнее. Вопросы будут примерно такого характера. Я думаю, вы с ними хорошо знакомы. Я не буду на них, собственно говоря, акцентировать долго внимание. Типичные проблемы. Ученики не отвечают на заданный вопрос, пытаясь подменить ответ на вопрос заученным заранее высказыванием. Или стараются ответить излишне подробно, не укладываясь в отведенное время. Либо долго обдумывают ответ и не следят за временем. Соответственно, не успевают услышать следующий вопрос. Так, что требуется в задании, мы тоже хорошо знаем. Давайте пойдем немножко вперед. Примеры, да, у нас есть. Есть у нас такие... Так, а, это уже из ЕГЭ. Значит, в ЕГЭ у нас также такое задание есть. Но там уже нужно, собственно говоря, нам с вами задать вопросы. К УГЭ в пособиях у нас с вами есть, собственно говоря, аудиозаписи, с которыми как раз коллеги на сейчас, на прослушанных нами аудиозаписях, будут работать. Давайте сначала с УГЭ разберемся. Там все чуточку сложнее, чем ЕГЭ. Значит, требования... Нам с вами в рамках мастер-класса вопросы будут такие же. Какие рекомендации по подготовке можно дать? В чем причина проблем в ответах учащихся, причем конкретных? Влияет ли стресс на ответ учащегося именно в данном случае у данного ученика? Так, Аквадникова Зоя пишет. Трудность этого задания в том, что совмещено аудирование и разговорная речь. Ну, конечно, максимально приближен к диалогу. Надо понять, о чем тебя спросили, да еще и мудриться ответить на этот самый вопрос. Действительно так. Да, давайте смотреть. Понятно, что стресс влияет на ответ учащегося. Насколько сильно стресс повлияет на ответ конкретному учащегося. Ну что ж, давайте сейчас я открою опять аудиозаписи. Стараюсь попасть, собственно говоря, в нужный момент. Тома, давай. Так, сейчас, обещаю, кто наушник взял. Сейчас, сейчас, чуть-чуть раньше. Задание два. Как ты сможешь обеспечить твою здоровь? Я eat, I eat health food, go to gym and play and play many games for health. так сейчас прозвучит еще давайте пару ответов еще послушаем я думаю что суть кузьма айго т.е.м. и мейки gymnastic and run run jump Давайте еще один ответ прослушаем. Как-то дальше пошло веселее. 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 К сожалению, очень много таких учеников и стрессом не важны вообще ничего. Есть такое состояние самонадеянности, когда ученик думает, что сейчас я с этим легко справлюсь, буду сдавать английский. И, собственно говоря, потом наступает на, скажем так, реальность. Боязнь микрофона явная. То есть можем отметить, что стресс действительно повлиял. Причина проблемы, вот правильно была указана, недостаточный словарный запас. Но, опять-таки, да, здесь слышно, что ребенок переживает. Опять-таки, явно то, что еще не выработаны стратегии, еще нет, скажем так, частого навыка. Я думаю, что вы согласитесь или напишите сами. Давайте так, наводящий вопрос вам задам. Чего не хватает на уроках? Соответственно, для того, чтобы вот этот ученик спокойно справился с подобным заданием. Мотивации, диалогов. Диалогов не хватает, абсолютно верно. То есть на уроках, видимо, не так часто используются упражнения, где нужно поработать в диалогической речи. То есть общения не хватает, согласен. То есть говорение развивается на уроках недостаточно. Практика диалога. Да, соответственно, если бы, возможно, на уроках почаще коммуникативных упражнений, да. Если бы на уроках почаще они занимались этим, да, то есть ролевые игры, диалоги, дискуссии, то никаких проблем с этим заданием бы не было. Таких, во всяком случае, явных. Ну, понятно, там, со страху перепутала джим и джем, но это была бы, допустим, единственная проблема. Может быть, где-то не хватило бы слова. Оно тоже понятно, особенно в девятом классе. Но тут явно не хватает навыка работы в диалоге. Так. Выполнения домашних заданий не хватает. Согласен. Да, вот так же согласен. Необходимо выяснить, ребенок боится диктофона и поэтому делает ошибки или просто не знает, что говорить. Да, тоже частая проблема, когда нет мысли, не знаем, что сказать. Отчасти это, опять-таки, из-за того, что немало работали с диалогической речью. И, с другой стороны, еще и проблема в том, что, собственно говоря, действительно может не хватать этих мыслей. Да, видел, что писала коллега Кладникова Зоя. Я отговорила одну ученицу в этом году сдавать УГЭ. На консультации создала я ситуацию экзамена. У меня тоже такие случаи были, еще когда даже не было устной части. А, нет, была по УГЭ, вру, но в старой форме. Вот. И такое тоже возможно. Такое, к сожалению, иногда приходится делать. Скудный словарный запас мало читает. Да, это тоже очень очевидно. Ну что же, давайте послушаем еще одну аудиозапись. Как отвечает наш с вами условный второй ученик. Сейчас, одну секундочку. Да, тоже будет УГЭ. Да, речь у нас с вами про УГЭ. И посмотрим, как отвечает уже взрослый человек по этому заданию. По подобному заданию. Так, одну секунду. Так, поехали вперед. Примерно мной. Да, вот пошло второе задание. Работает с аудиозаписью. Я ничего не слышу. Вообще не слышно. Я не понимаю, что... Обратите внимание, сначала сказал, что ничего не слышит, а потом сказал, я не понимаю то, что было услышано. Мы к этому еще вернемся. Мы должны узнать, что famous names are most known to young people. Пожалуйста, answer six questions. The survey is anonymous. You don't have to give your name. So, let's get started. How important do you think it is to become famous? I think that it is important to be famous. Because a lot of people know you. Because a lot of people know you. People who want to be... Люди, которые хотят быть знаменитыми, могут достигать популярность. Почему некоторые актеры или актрисы становятся знаменитыми, а другие не? Некоторые люди становятся знаменитыми, потому что они сильны и талантливы, но другие не? Я думаю, что суть-то уже здесь понятна. Особенно, когда прозвучал ответ на третий вопрос. Подсказывает только учитель, потому что это одна из первых подготовок. В принципе, на первых подготовках это еще нормально, в этом нет проблем. Давайте обсудим. В первую очередь, что бы хотелось? Практики, видимо, нет совсем. Да, это очень видно, это очень очевидно. И давайте ученикам сложно понять речь на слух. Я думаю, нет, здесь немножко речь еще в другом. Особенно, когда второй вопрос позвучал, а потом третий, это стало понятно. Зато сказал, what my slow I think. Да, абсолютно верно. То есть, чего вот, скорее всего, какую ошибку допускала эта ученица? Я думаю, что на протяжении лет так восьми, да? И фонетически неплохо. Вы помните, что мы же ее уже слушали, и что она достаточно хорошо прочитала текст. Не идеально, но очень хорошо. Вот, чего не хватает этой ученицы на уроках, либо какую ошибку она постоянно допускала при работе с аудиозаписями? Давайте попробуем подумать. Вот, я думаю, что с этой аудиозапись это самый главный для нас с вами вопрос. С остальным, в принципе, все понятно. Аудирования не хватает? Да, то есть, возможно, на уроках различных аудиозаписей разных голосов включалось мало. А что делает ученица? Так. Невнимательно, согласна. Угу. Так, так, так. Лексика страдает, не знает стратегии. Я бы в стратегиях выделил вот что. Там, в принципе, из лексика-то все более-менее. Ответом дублирует вопрос аудирования. Значит, нет практики, ничего не делала, результат на лицо ждет подсказку. Нет практики спонтанной речи. Да, то есть, конечно же, практиковать спонтанную речь. Конечно же, практиковать диалоги. Мы об этом говорили еще на первой ученице. И здесь вот явно то, о чем пишет Елена Николаевна Соловова очень часто. Ученица не привыкла воспринимать аудиозапись с первого раза. Я думаю, вы обратили это внимание. Она немножко лукавит, когда говорит, что не понимает вопроса. Особенно, начиная со второго раза. В принципе, ей все понятно, когда она слышит это второй раз. А третий вопрос уже включилась, уже поняла, что нечего щелкать клювом, я уже простым языком скажу. Да, но и тогда все становится понятно. Тогда хотя бы какой-то ответ мы можем услышать. Собственно говоря, это самая большая проблема. Да, то есть, нет практики и нет правильной стратегии, что будет дорогая добра слушать все с первого раза. Вот вам, пожалуйста, результат. Ну что же, так я думаю, вам потом в дальнейшем будет намного проще и легче. И спасибо большое коллегам за то, что они прислали вот эти первые попытки своих экзаменуемых при подготовке. Потому что именно эти записи самое ценное, что есть в нашем сегодняшнем вебинаре. Я думаю, что вы все со мной в этом согласитесь. Ну что же, давайте послушаем хороший ответ, поскольку я обещал сделать такие какие-то эталонные ответы. Спасибо большое коллегам. Мы это сделали. И сейчас мы это с вами и услышим. Одну секунду. Включаем. 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 How much are you ready to spend on a birthday gift for your relative or friend? What do you and your friends think about homemade presents? My family and I, we like very much homemade presents. What present would you like to get on your birthday this year? This year, on my birthday, I would like to get a new computer. How an unusual present? You know, the unusual present for me is a trip to a European country. We saw a good answer. We can see that there is no serious mistakes. Так, да, вот пишет, что человек-бог в Великобритании, я по секрету скажу, да. Значит, самое главное, на что обратить внимание, это нормально повторять часть вопроса? Почему нет? Так, насколько я понимаю, ответ в этом году не засчитывается. Нет, не засчитывается, конечно же. Я даже не знал, что оно раньше засчитывалось, честно сознаюсь. Значит, ошибки в речи у нас у всех происходят абсолютно, и сами иностранцы их допускают, это все нормально. Вот, практически не было пауз, то есть ответы шли сразу, и повторить часть вопроса в ответе, это нормально, потому что в этом нет никакой проблемы. Коммуникативная задача решается, она решена. Да, вот абсолютно верно пишет коллега, я всегда даю совет ученикам, воспользуйтесь подсказкой самого вопроса. Это абсолютно правильно. Вы, если не замечали, очень часто на вебинарах часть вопросов ваших повторяю, потому что мне нужно время подумать. Это нормально в речи, в этом нет никакой проблемы. И, собственно говоря, это хороший стратегический ход, который был применен. Вот, Ксения Кособокова тоже пишет, я тоже так говорю ученикам. И, собственно говоря, здесь нет каких-то там двух-трех предложений, здесь просто есть одно хорошее развернутое предложение, которое полностью дает понять о том, что автор хотел бы сказать по данному вопросу, и, собственно говоря, ответ достаточно исчерпывающий. Вот, хочу обратить на это ваше внимание. Ну что же, мы с вами пойдем немножко дальше. Спрашиваю, потому что на FSE и SAE больше баллов получишь, если перефразируешь и наоборот. Да, ну, там немножко везде есть свои правила игры, да, если мы говорим по требованию к экзаменам. Здесь правила определены не так, поэтому, собственно говоря, работаем только по тем правилам, которые есть. Мы, когда приходим в институте к любому, да, если еще кто помнит институт, к любому экзаменатору, то мы работаем по его правилам. Это всегда все чувствовалось и ощущалось. Здесь, в принципе, стратегия та же самая. Да, вот как раз повторение, абсурд, согласие с Юлей части вопроса в ответе помогает не уйти от сути самого вопроса. Свободная речь без волнения. Вопросы – это отправная точка, можно дальше построить свой ответ. Хороший метод показать понимание. Да, все отлично, все замечательно. И вот к такому можно, собственно говоря, и стремиться. Значит, в ЕГЭ мы должны задать пять прямых вопросов. Если он с could you tell me, то это должен быть полный вопрос. Например, what if I saw this gadget is, должны дальше прозвучать. Ошибки в артиклях и предлогах не учитываются, не меняют смысл высказывания. Еще раз мы напомним. Проблемы. Не укладываются в отведенное время, потому что нам нужно тренироваться, задать вопрос за 15 секунд. Анастасия пишет. А дальше… Так, вот, наконец-то это случилось. Анастасия, смотрите. Значит, в ЕГЭ у нас есть два… С точки зрения коммуникативной компетенции, да, решение коммуникативной задачи – два понятия. Или же нет серьезных лексических ошибок, да, я сейчас кратко это скажу. И человек решает коммуникативную задачу, или он ее не решает. Поэтому, собственно говоря, если ученик нормально и хорошо отвечает в формате повторения, а не перефраза, то зачем нам городить велосипед? Вот просто зачем? Наверное, больше сил стоит тогда уже дальше потратить на третье задание, где нужно как раз сделать разменное логическое высказывание, нежели пытаться здесь научиться еще и перефразировать, задумываться об этом, на это тратить много времени. Когда задача решить коммуникативную задачу, она решена, все. Ну, опять-таки, это может быть только мое мнение, тут могут быть разные тактики, я отталкиваюсь от условий игры, то есть от критериев оценивания. Значит, дальше. Проблемы не укладываются в отведенное время, нужно тренировать, задавать вопросы за 15 секунд, повторить прямые вопросы, поскольку учащиеся могут путаться в них. Кстати, еще раз скажу, очень хорошо, что вы это написали, это правильно, это всем совету, пишите в чат, потому что неправильных ответов быть не можете из разной точки зрения. Примеры таких заданий у нас с вами есть. Собственно говоря, мы их можем увидеть и у Радислава Петровича Миллерда, но мы сейчас перейдем к, собственно говоря, аудиозаписям, они нам больше важны. Опять-таки, какие рекомендации можем дать, если можем, в чем причина проблемы с выполнением данного задания и влияет ли стресс на ответ учащегося. Давайте остановимся на таких вопросах, плюс, опять-таки, ваши комментарии все будут уместны, никаких проблем в этом нет. Так, давайте попробуем. Сейчас я включу. В секунду, вымотаю. Так, никак не могу добраться до нужного момента. Вот. How much it will be cost to dance in your dancing school? Where I can find your dancing school? How long it will... How long the lesson will be? Я думаю, что суть дальше ясна. Ответ, да, было по поводу пособия Миллеруда по подготовке к УГЭ к устной части. Она есть по устной части. Есть 30 тестов у Миллеруда пособий, и также есть пособия по устной части ЕГЭ. Конечно же, я ответил коллеге просто сразу так, знаете, привычка. Вот. Я думаю, что суть здесь мы все услышали. Давайте вернемся к презентации. Сейчас, одну секунду. Вот. Суть нам с вами, в принципе, ясна. Да? Инверсии совсем не существует. Давайте вернемся к аудиозаписи. Как-то тяжело видно, что сразу идут ученика эти вопросы. Хотя, казалось бы, собственно говоря, это проще, чем отвечать на вопросы, потому что и времени чуть ли не половина, как на ответ дается. Нужно их просто задать, нам не нужно слушать, у нас есть весь план перед глазами. Но, тем не менее, да, повторить прямые вопросы абсолютно согласен. Такую рекомендацию в данном случае обязательно нужно дать. Что еще можно сделать? В чем причина проблем с выполнением данного задания? Ну, понятное дело, что проблема в том, что не совсем понятно, что такой прямой вопрос. Это сразу видно. И просто Галина Абрамова фактически на два вопроса сразу ответила. Что еще можно выделить? Насколько влияет стресс? Может, он не влияет? Может быть, это неопытность? Или же наоборот он влияет? Давайте, я чувствую, вы устали, но я думаю, что мы сейчас в скором времени пойдем к концу. Так, совсем устали. Ладно, давайте пойдем дальше. Я думаю, что очевидно, что нужно повторить прямые вопросы, повторить правила образования всех видов вопросов. да, слышно, что она раскачалась. К концу ей стало проще. Это самые первые опыты. Да, вот, и поэтому вывод можно сделать один. Как можно раньше начинать подготовку. Потому что, чтобы пройти путь от начала к талонным записям, как мы с вами видели на примере ОГЭ, да, нужно тренировать вопросы в паре. нужно идти и на это нужно время. Так, поработать, наверное, в диалогах, да, можно выделить как совет. То есть, больше использовать диалогические задания на уроке, когда нужно именно задавать вопросы, отвечать на вопросы, реагировать, возможно, даже использовать дискуссии на уроках, чтобы в то же время не пропадало зря. Все это будет крайне полезно. Так, третье задание нужно составить монолог, как мы помним, отводится по полторы минуты. Да, интервью, да, очень хороший прием и очень советую посмотреть предыдущий вебинар, я, чтобы сэкономить время, не буду говорить, там я рассказывал очень хороший прием в конце, который можно использовать для того, чтобы провести просто классное интервью и научить задавать вопросы. И работает при этом весь класс. Видеозапись есть у нас на universitius.ru, поэтому используйте. Какое обязательное домашнее задание для тех, у кого сложится с вопросами, 5 вопросов каждого типа, каждому уроку в течение месяца, к примеру, тоже хорошо, когда мы на письме отрабатываем умение грамматически верно задать прямые вопросы. Хорошее задание не займет много времени дома, заставит потрудиться, да, для автоматизма, для понимания структуры прямого вопроса, какие могут быть прямые вопросы. Отличное задание, ни разу как-то не приходило на мне в голову, всем советую, всем крайне рекомендую, просто супер. Действительно, да, и, кстати, когда зрительно пишешь, смотришь, проговариваешь, очень хорошо запоминаешь структуру такого вопроса, и это хороший практический такой метод. Значит, с третьим заданием в ОГЭ, да, пойдем к ним, сейчас будем чуточку быстрее все это делать. Да, грамматические карточки на закрепление вопросов, вот, ста согласна, что с Анастасией, все это будет хорошо работать. Значит, вместо монолога на тему ученики пытаются описывать картинку, и сейчас мы знаем, что из демо-версии убрали картинки. В монологе ученики учитывают не все опоры. Ученики пытаются подменить монолог на заданную тему близким по теме высказываниям, заученным заранее. Такое тоже может быть. Как выполнять? Прочитать тех заданий, понять, о чем нужно говорить, есть ли дополнительные вопросы, например, why, продумать план ответа, вступление, о чем пойдет речь, содержание, использовать каждый пункт задания, заключение, выражение своего мнения, подведение итогов. Если в вопросах есть, дайте развернутую аргументацию. Правила о порядке слов, письменное задание на формирование разных типов вопросов, затем устная практика работает. Согласен полностью с Юлей. Вот, например, у Дислава Петровича Милюдова третье задание есть, поскольку до последнего времени картинка была, то мы ее здесь можем увидеть. И давайте попробуем послушать да, Блиц-опрос, да, хороший вариант. Давайте попробуем послушать одну авгиозапись, да, и, собственно говоря, посмотреть, как же отвечают наши с вами ученики. Например, пусть это у нас будет, так, а не, да, пусть это будет вот это, вот здесь у нас есть третий ответ. I want to talk about films. problems in my real life. There are a lot of kinds of films in modern world and everybody can choose kind of films for soul. I don't watch films often. I really haven't free time, but I prefer to watch films with my family at home. Recently I have seen Harry Potter and the Cup of Fire. It's the fourth film about Harry Potter. It was about competition where Harry Potter won. that's all I wanted to say about films. примерный план, какой мог бы быть к данному ответу, я думаю, что все представляют. Давайте попробуем пресс какие-то выводы, да, обсудить, насколько это было хорошо, да, какие рекомендации мы можем здесь выделить, нарушается или последовательность, но опять-таки мы здесь можем только предположить в монологии есть ли ответы на все пункты плана, хватает ли средств логической связи, есть ли вступительные и заключительные фразы, есть ли языковые ошибки, затрудняющие восприятие ответа. Так, коммуникативная задача решена, отвечает нам как эксперт 100, отлично, структура видна, это, кстати, тоже очень хорошо, я думаю, что эксперты тоже на это обращают внимание. побольше бы слов связок, согласен, заключительная часть бедновато, да, как-то скомканно, да, типа, вот все, что я хотел сказать, какого-то вывода не хватает, явного, да, было бы это полезно услышать. что еще мы можем об этом сказать? В целом, неплохо, да, я думаю, что, опять-таки, есть незначительные ошибки, но 4-5 баллов, я думаю, что ученик мог бы набрать совершенно спокойно. Учитывая, опять-таки, что это тоже первые такие попытки, да, вот пишет в целом хорошо, пусть не идеально, причем, казалось бы, в диалоге были проблемы, мы уже слушали эту ученицу, а даже можно 5, но спорить с вами не буду, тут вы профессионалы, если 5, так вообще замечательно. Вот, в диалоге были проблемы, монолог, пожалуйста, без проблем, да, то есть, очень много выводов, я думаю, что каждый из нас сейчас с вами сделает, переоценит свою работу, посмотрит на нее с разных сторон, то есть, что же мы делаем так, что наши ученики испытывают те или иные трудности. ЕГЭ, третье задание, где нужно выбрать картинку, да, также нам нужно по плану, да, значит, западает диалогическая речная урока, то есть, недостаточно ее, я именно к этому подводил. Значит, также нам нужно, ну, здесь уже описывая картинку, поработать с планом, вот Лариса пишет, у меня ученица при ответе вечно забывает и говорит только I think, I think, она же потеряет на этом баллы, ну, вот я думаю 100 ответит, да, а я чуть-чуть дальше пойду, потому что, ну, лучше эксперты, никто не ответит. Итак, значит, здесь нам также нужно выбрать картинку и, собственно говоря, уже ее описать, да, критерии будут такие же, как в третьем и четвертом задании, вот, коллеги пишут, потеряет полбала. Мучите еще двум средствам логической связи и все будет хорошо. Вот такой стратегический ход можно предложить. Я сделал набор легких связок для запоминания слов связок. Советую опираться не на картинку, а не выпускать из виду саму трактовку задания. Согласен, для этого использовал задание миллион, дети набирали от 11 до 15 баллов, в ОГЭ. Очень помогло, спасибо. Так, да, сейчас все 30 аудиозаписей есть, это просто была техническая ошибка. Попробуйте зайти опять, я думаю, что проблем не будет. Да, предпочитаются разные вводные фразы. Так, значит, в ЭПР все то же самое, это мы видели на предыдущем слайде, то есть мы выбираем картинку, работаем над банком языковых клише по теме тренируемся в выполнении задания. Так, что можно сказать, я говорил, обсуждал этот слайд на предыдущем вебинаре, сейчас, поскольку мой так очень, я думаю, что я вас умучил, надеюсь, что это не так, не буду подробно говорить, очень хочу обратить ваше внимание на стратегии подготовки к ВПР, там есть очень много клише, очень много фраз, связок и стратегии выполнения именно вот этого задания, которое в ВПР идет вторым, а в ЕГЭ третьем, я думаю, что это поможет и с четвертым заданием. Все нужное и важное, что мы обсуждаем. Отлично, это, видимо, ответ, что я вас все-таки не умучил. Супер. Поэтому обратите внимание на это пособие, посмотрите, если вы не видели нашу предыдущую встречу со мной, где мы говорили как раз о устной части ЕГЭ, стратегии подготовки, я думаю, что все станет намного проще. Так, ну что же, давайте попробуем послушать третье задание в ЕГЭ, какие рекомендации, ну, в общем, вся та же самая схема у нас с вами будет. Так, сейчас я найду одну секунду, ну, например, послушаем одно, я думаю, этого будет достаточно, потому что в целом, я думаю, правильным выводом мы с вами пришли, сейчас я, наверное, отмотаю его на записи. Сейчас, одну секунду. Чуть-чуть раньше. Да. Прошу прощения, я вас сбил. Это четвертое. Это ответ на четвертое задание. Давайте все-таки вернемся к третьему. Сейчас одну секунду попробую отмотать. Наверное, здесь. Нет. Звучит как третье? А, да, действительно, как вру. Так, все, слушаем. Действительно, третье. Это месяц. оформление. Это месяц. Это месяц. Вы видите моих знакомых, это, Энна, дед, и Мария. Они вручали trees and talking to each other they are smiling and doing their work in this day we we wanted to help two volunteers and we found this work interesting in some way To say the truth, I am not a good photographer, but this very picture is okay. That's why I would like to share my impressions with my friends. To sum it up, I would like to say that anytime they go somewhere, it's better to take as many photos as we can, because it reflects our feelings and emotions which we experienced. I keep this photo in my album, because it reminds me about one of the best days of my holidays. That is all what I would like to say about the description. Темп хороший, да, согласен полностью, это уже хорошо. Да, можем ли мы предположить, что все пункты плана разобраны? Да, есть глаголы связки, такие вводные фразы, да, to tell the truth, например. Темп, да, темп хороший, темп отличный. В конце там только была небольшая проблема, да, человек задумался явно. Вот, вроде языковых ошибок, затрудняющих восприятие ответа, я думаю, что мы не услышали. Если они были, то поправьте мне, напишите об этом. Вступительная фраза и заключительная фраза, вот тут есть, конечно, сомнения, потому что заключительная фраза сказать, что все, что я хотел сказать по этой картинке, ну, как-то можно, наверное, но звучит не очень. Хотя, может быть, я не прав. Опять-таки поправьте, да, вот по вступительной и заключительной фразе. Пишите, пожалуйста, что вы думаете. Это я говорил, говорил, что-то. Так, значит, вводные фразы и концовки подбираются каждый раз разными, так как дети идут с разной языковой подготовкой. Есть еще? Ага, да, ну, с Мишиным я во многом согласен. Смотри, очень советую, рекомендую, спорить даже не буду. Более разве, это было бы лучше, да, согласен. Хотя, скорее всего, по количеству фраз, если посчитать, я думаю, все нормально. Да, возможно, была нарушена последовательность. Можно такое предположить. Мы не видим, поскольку самого плана, то немножко сложнее. Да, думаю, всегда можно было лучше, но это было хорошо. Да, действительно, это было хорошо в плане спонтанной речи, в стрессовой ситуации тоже все нормально. Фразы из топиков режут ухо. Вот, очень правильно. Действительно, да, топики, они сбивают крепко. Чувствуется, что работали с ними. Хотя, опять-таки, возможно, мы ошибаемся. Вот, ста тоже показал, что был сбит, видимо, порядок заученной фразы, да. Хотя фразы на введение заключения, они могут быть достаточно такими, скажем так, клише, которые можно универсально модернизировать и, собственно говоря, обозначать вступление в заключение. Хорошо, давайте немножко пойдем дальше. Достаточно быстро. Четвертое задание, я думаю, что, скажите, нам надо слушать. Слушаем четвертое задание или нет? Напишите плюс или минус. Да, эту же девушку будем слушать, соответственно. Ага, будем слушать. Отлично. Давайте послушаем. Вот, и потом уже поговорим о стрессе и подойдем к итогам. Давайте сейчас сразу включу. Я как раз запомнил, где же заканчивается примерно у нас с вами ответ на третий вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Это было примерно, по-моему... Так, секунду. Best day of my holidays. Да, это было третье, четвертое. Что я бы хотел сказать о этой фотографии? Видимо, время на подготовку. Видимо, время на третий вопрос. First of all, we can see the family too. They are smiling and going along the beach. Now, I would like to mention, what pictures have in common. Firstly, both pictures associated with family. Secondly, their action on the picture takes place outside. now I would like to say what way pictures are different firstly in the second picture father and mother are older than in the first picture secondly we can see the different weather conditions in the first picture we can see winter in the second it is a summer if you ask me about what picture I would like to I prefer more I would say a mention my choice is picture number one because I like winter more than some so this is my opinion about similarity I prefer family holidays in the picture one more than in the picture number two because it is more interesting for me так ну давайте обсудим вернемся уже к презентации больше аудиозаписи слушать не будем посмотрим еще одно видео такое ближе к концу скажем так интересно познакомлю вас с новинкой так что же мы можем поэтому по этой вещи сказать да нельзя говорить о preferred picture number two согласен это и звучит как то то есть чувствуется что есть проблема с тем что ученица не поняла суть задания да то есть четвертый пункт плана был явно упущен из виду так ну что еще мы можем это сказать а надо ли говорить что собираешься описывать сходство или различие я думаю что как одна из стратегий но опять-таки вот стал нас очень активно пишет является экспертом поэтому если что прав поправит как вступление в принципе можно да но можно и как-то и лучше подобрать так очень долго вы лайк ту сложные связки но в этом нет ничего плохого так на начальном этапе готовки можно спуститься заученной фразы заданием 3 и 4 затем постепенно отходим от шаблонов для слабых детей нормально говорить по шаблону для более семей прошу высказываться более полно 35 фраз еще и в зависимости от темпа речи обучающего не забыть action and location да то есть там я бы пункты какие-то были упущены потом она чуть случайно не ушла на завершение поняла что нет стоп я что-то не сказала надо вернуться вот и потом уже такой процесс добивания какой-то происходил да то есть когда пыталась еще что-то сказать как мне показалось я думаю что многие заметили не было выражено своего мнения да так в полной мере почему я предпочитаю тот или иной время года хотя опять-таки могу ошибаться да вот тоже так же услышали и то о чем я обычно говорю на и говорил на предыдущем вебинаре смотрим внимательно на четвертый пункт плана явно она самая самый важный пункт потому что именно он говорит какую теме же мы и вокруг какой темы мы собственно говоря будем строить свой монолог а вот здесь именно такого стратегического хода явно не было применено так хорошо ну что ж давайте пойдем дальше я думаю что опять таки выводы мы какие-то для себя сделали значит вырабатываем банк клише обязательно это вступительные фразы мы с вами пришли к такому выводу заключительные фразы почему решил показать фото другу если это мы говорим о егэ и поговорим немножко факторах стресса во первых что является факторами стресса это незнакомая обстановка это съемка экзамена на видео это незнакомые экзаменаторы страх перед микрофоном строгая ограниченность по времени фоновый шум во время экзамена вы видите они сидят тихо аудитории с учителем один на один на экзамене такого не будет когда одновременно отвечает несколько экзаменовых борьба со стрессом что можно сделать когда у нас ученики стали отвечать как наш скажем так идеальный ученик который мы слышим но пугает или же близко к идеальному то стоит поработать над заданием зеркалом до поработать после этого с гарнитурой и запис по записываться на аудио если учащийся не против можно поработать из видео будет очень полезно несколько раз пройти устную часть во время шумной перемены дата чтобы научиться не отвлекаться на внешние факторы и конечно же провести работу с родителями чтобы они не вводили в стресс своих детей и успокоились сами потому что иначе это все приводит к печальным последствиям значит подводя итоги давайте подведем сами свои итоги давайте сделаем такую некую рефлексию даже вернусь на этот слайд давайте попробуем провести рефлексию значит что мне очень важно от вас услышать решили поставленные задачи или скажем так удовлетворил ли ваш интерес до от именно мастер-класса не утомил ли я вас вот ответьте пожалуйста и давайте попробуем для себя решить то есть какие-то интересные выводы интересные приемы мы сегодня смогли услышать скажем так сахмулировать записать вы их потом будете использовать или же скажем так все было достаточно обыденными каких или почти никаких умных идей и мыслей мы сегодня не услышали и собственно говоря ответов для себя на многие вопросы не нашли да давайте так вот по порядку так ну и возможно что-то стоило сократить в вебинаре если это так напишите пожалуйста потому что два часа это как-то много всех удовлетворить невозможно но стремиться к этому надо очень полезный вебинар слушали мысли ответы на вопрос отлично так спасибо полезно совместно и плодотворно отлично я просто раньше пока вы пишете скажу проводил такие небольшие мастер-классов в рамках вебинара здесь все-таки больше был упор на мастер-класс поэтому скажем так первый опыт так при подготовке буду использовать отличный формат спасибо очень было интересно послушать так отлично супер а еще скажите пожалуйста нужно ли допустим вечером не коллегам подробно останавливаться на критерии на критериях или же мы все это хорошо знаем и поэтому стоит пойти дальше напишите а мы же сейчас пока с вами напомним что нужно все вот отлично не нужно так ладно я тогда пишите потом так все понял сделал для себя вывод я думаю что если еще несколько человек напишет и еще лучше вывод сделаю попробую скажем так вечером чуть-чуть сократить время хочу напомнить видео с приложением вот точно алёна гейна мне напоминает значит как раз касаемо новинок это будет видео самым актуальным моментом критерий не нужно отлично а значит книги по подготовке используется можно и в пр потому что вкусной части там есть интересные стратегии и целых два задания мы с вами перекроем поэтому всем советую а по упр у нас есть тоже про всероссийские проверочные работы также всем рекомендуем и советуем по письменной части экзаменационной стратегии ренка он славал джон пассанс алексей васильевич конобеев книга которые вам всем рекомендую это как раз описывает на бумаге все то о чем мы сегодня говорили только по письменной части поэтому опять таки используем и собственно говоря применяем дополнительной тренировкой могут быть это на словообразование у артема петровича головы книги словообразование с генри с джеком лондоном и ускаром вайлом олимпиады по английскому языку там тоже можно найти по устной части и по письменным много чего интересного различные сборники по грамматике все это будет нам крайне полезно и у нас вышли новинки это развивающие задания стихи песни сейчас конец года я думаю будет крайне полезным начальной школе олимпиада по английскому языку для пятых шестых и седьмых восьмых классов тоже всем рекомендую новинки поможет вам проводить интересные олимпиады готовить к олимпиадам а все это можно приобрести у нас в интернет-магазине помимо этого в нашем интернет-магазине вы можете приобрести совершенно удивительную вещь с завтрашнего дня видео захват с которой я вам сегодня покажу это приложение в котором один тест идет бесплатно вы можете с завтрашнего дня я думаю что с ним ознакомиться и еще пять тестов полностью компьютеризированная да то есть мы можем на планшете телефоне поработать и все собственно говоря сделать вот сейчас мы с вами увидим как это все работает а собственно говоря аудио которое мы слушали да вот это хорошие ответы были записаны при помощи этого приложения их можно пересылать мы видим что здесь есть вот такая вот замечательная кнопка которая помогает нам это сделать мы видим что мы можем прочитать текст записать на аудио да вот пожалуйста отправить это именно приложение удобно то есть доставка электронная раз и все готово мы можем послушать вопросы дать на них ответы все это будет у нас с записываться на вот пожалуйста мы это здесь все очень хорошо видим то есть удобно то есть приближенно приближенно к тому что будет на гиге удобный формат подготовки опять-таки можно отправить можно родителям отправить если очень сильно переживают допустим какой-то хороший ответ а точно так же с третьим заданием плюс помимо этого да это я вам показываю только устную часть мы с вами видим это уже пошла грамматика да что у нас есть все разделы везде мы можем выбрать варианты ответов собственно узнать верно мы ответили или нет подсветиться зеленым и красным если неверно все у нас с вами есть у нас есть тексты задания и я думаю что такое приложение будет крайне полезным да можно написать целое письмо тоже его соответственно отправить проверить поработать с ним я думаю что такое приложение будет крайне полезными и вам понравится вот такое краткое превью я как раз сейчас вам сделал это тоже такая новинка с завтрашнего дня будет доступна у нас в интернет-магазине поэтому обращайте внимание называется приложение по подготовке к угэ письменная и устная часть вместе в электронных учебниках и вы совершенно спокойно сможете в разделе найти ее так и конечно же в самом конце у нас действует все не интересный промокод которым вы сможете воспользоваться это промокод на покупку пособие по подготовке к угэ игре 10 процентов скидка написать на наш об собаку собака титул точка ру в теме письма указать двадцать шесть ноль четыре угэ в письме указать полный почтовый адрес название книг и количество экземпляров вот до конца завтрашнего дня это все будет работать поэтому всем советуем можно очень хорошо сэкономить на доставке получить по приятной цене данной книги очень советую нажать кнопку print screen сейчас на экране для того чтобы вас этот слайд остался потому что к сожалению на новой площадке долго он оставаться не может так на этом у меня все я даю вам код для скачивания сертификата как скачивать сертификат я думаю многие из вас хорошо знают принципе здесь исчерпывающая информация есть копируем код вставляем открываем ссылку вставляем туда этот код забиваем свои данные и что называется вуаля так собственно говоря да как получить книги по промокоду со скидкой я вам также оставляю вот как получить сертификат тоже у вас остается на этом спасибо большое всего доброго и до новых встреч мне было очень приятно с вами поработать спасибо 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...